В развитии детей пение играет значительную роль. Занимаясь вокалом, ребенок не только совершенствует свой музыкальный слух, обогащается эстетически, но и активно развивает голосовой аппарат, учится правильной речи. Пять лет назад на Кубани пристальное внимание было обращено на поднятие престижа школьного хорового пения. Проект «Поющая Кубань» стал популярен среди учащихся. Год от года растет мастерство его участников. В этом каждый мог убедиться, побывав на галоконцерте, прошедшем на днях в городском Доме культуры. «Поющая Кубань» с настоящими артистами появилась у школьников Славянского района благодаря участию в краевом фестивале-конкурсе хоровых коллективов «Поющая Кубань», который в этом году посвящен столетию системы дополнительного образования в России. Конкурс проходил на протяжении учебного года в несколько этапов, а лучшие из лучших были приглашены на галоконцерт. За активное участие в проекте и те усилия, которые ребята и педагоги приложили, участвуя в конкурсе, их поблагодарил начальник управления образованием Олег Сентищев. «Вы занимаетесь самым прекрасным делом на земле. Вы занимаетесь музыкой. А ещё вы выполняете очень важную государственную задачу. Вы возрождаете и развиваете детскую песенную культуру Кубани. Но самое главное – вы открываете миру себя». После исполнения лучших номеров ребятам, конечно же, вручили заслуженные награды. Грамоты, благодарственные письма и кубки получили победители. Награждение проводилось по нескольким номинациям, которые определялись возрастом выступающих. Победителями конкурса среди младших хоров и учащихся пятых-седьмых классов стали два хора из первого лицея – руководитель Светлана Сизанец. Лучшим разновозрастным хором признали хор «Радуга» школы номер 29, руководитель Наталья Слицуренко. Есть в этом году и особые победители – разновозрастной хор отделения развития творчества «Жар птица» под названием «Звонкие голоса». «Утачка на море всё купалось, ой, утачка на море всё купалось, ой» Эта песня, как утверждает руководитель звонких голосов Ирина Шакалова, является своеобразным талисманом коллектива. Свадебная обрядовая песня о сборах невесты вызвала интерес и одобрение у жюри краевого этапа конкурса «Поющая Кубань», прошедшего в Краснодаре. Эту честь певцы заслужили, став лучшими в районе. И, как показали итоги краевого состязания, одними из лучших на Кубани. Мы просто поехали на разведку, чтобы посмотреть, какой уровень у коллективов. Себя, может быть, даже и не показать, а просто попробовать своей силой. Ну и вот так получилось, что мы получили определённое признание. Обойдя более чем 80 лучших коллективов края, они стали третьими по уровню мастерства. Такого результата, признаются как педагог, так и дети, они не ожидали. Ведь для них песня – это не соревнование, песня – это полёт души. Мы же выходим, мы не думаем о конкурентах, победим мы или нет, мы дарим людям эти эмоции. Вот именно зачем они приходят на все концерты, на спектакли, для того, чтобы получить эмоции. Большой торжественный концерт, посвящённый завершению фестиваля конкурса «Поющая Кубань» в 2018 году, завершился выступлением детского сводного хора. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мария Климова, Александр Костицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова